Друзья, всем привет! Сегодня мы хотели бы сделать видео по поводу одной посылки из России, из самой России. В общем, мы заказывали себе вот такой вот порошочек. Очень много видели о нем, ну, как бы хороших отзывов. Очень много знакомых у меня используют. Мы решили тоже попробовать, что же это такое. В общем, с вот этим порошком отдраивают, в прямом смысле слова, отдраивают весь дом. И мы решили попробовать на собственном личном примере, ну, работает он или нет. Так, ну что, я нашла самое грязное полотенце с кухни, которому всего лишь немного, но оно уже вот такое грязное, с которым Ваняш не справляется. Здесь такие пятна, которые вообще хоть даже вари, вот эту вот тряпку, и она не подчищается. Я не знаю, что с ними делают индийские женщины тут у нас на кухне. Нашла вот такую варежку, которую когда-то я привозила с России, наверное, никогда с того момента ее не стирали. В общем, смотрите, в каком она состоянии. Ее тоже, мне кажется, Ваняш не справится с такой грязью. Это все жир, специи. Ну, короче, ужасная. Она, знаешь, такая противная, потрогай. Это моя посылка из России. Плуто. И ты ее нагло ешь? Ребят, нужно использовать кипяток. Здесь написано, действует только в горячей воде. 90-100 градусов нужно. Иначе, ну, как бы не будет никакого действия. Эй! Это нам нужно для эксперимента. Он будет чистить это. Ты будешь чистить? Да. Всем нельзя использовать. Нельзя использовать с изделиями из меха, шерсти. Вот здесь вот весь список есть. На один литр мы кладем две столовые ложки, потому что у нас очень сильно все загрязнено. Если легкое загрязнение, можно на один литр одну столовую ложку положить. Вот. Это тоже. Вари. Все вместе. Так и Чални давай туда тоже запихнем. Давай. Пока реакция работает. И вот эту вот штуку. Вот так. У нас тут сразу же началась вот такая реакция. Каша выбежала. Походу, не надо закрывать. Все замачивается. Я хотела бы рассказать, что я выделила несколько преимуществ для себя от вот этого пятного водителя. Во-первых, он безопасен для детей. То есть можно использовать на детской одежде его. Также он очень эффективно работает. Очень экономично. Он стоит не так уж и дорого. И хватает его на много-много-много раз. Также для меня было очень важно, чтобы мой пятного водителя был без хлора. Это как раз-таки про него. Про вот этот изи-клин. И он не вызывает никакой аллергии. Он отлично экономит время. Просто закинул туда и достаешь. Там уже все чистое. Мама, да? Твоя мама? Топленое масло, которое когда делается. Топленое масло готовит. Это зырь, который оттуда останется. Вот он как минимально три года там. Чем можно делать это? Шек, это то есть три года вот так вот не мыли вот эта сетечка? Нормально. Просто топленое масло вообще очень трудно отмыть. Это позже только вот как для гиги. А, для топленого масла. Да. Офигеть. Я думала, это чай так. Чай обычно легко отмывается. Смотрите. Уже вообще блестит как новый. Она говорит, выглядит вообще как новый. А, это саняя. Она говорит, вы что, заказали что ли новый и пробуете это чистить? Я говорю, ему уже пять лет. Мы не могли его отмыть. Никакие вот эти вот для сантехники средства вообще не могут отмыть нормально. Вот он. Блестящий, идеально чистый. Ребята, это волшебство какое-то. Посмотрите, полотенце отмылось. Все на 99%. Дырочка также осталась. Так, сейчас. И вот перчатка. Вот, смотрите, с другой стороны. То же самое. У меня была, ну, у моей знакомой, не очень хорошая ситуация. В общем, она заказала себе вот этот изи-клин и что-то чистит-чистит, ничего нифига не чистится. И потом оказалось то, что она заказала вообще на непонятном каком-то сайте. Это вообще была подделка. Поэтому я советую заказывать только у официального продавца изи-клин. Тогда у вас все действительно очистится. Смотрите, какой он стал чистый. Вообще, как будто новенький. Ребят, вот этой крышке я просто без ума рада. Вы представляете, я ее купила в порядке. Когда мы жили в Орле, когда я училась еще в университете. Это было, наверное, 7-8 лет назад. В общем, я ее купила. Она у меня настолько зажирнилась. Просто, ну, как бы это такой вот... Слышите, силикон. Это как универсальная крышка, подходит под несколько кастрюль, там, сковородок. Ну, как бы много размеров. Потому что она, видите, вот такая вот... Вот такие вот штучки на ней есть. Ну, в общем, она и маленькую кастрюлю может закрывать, и большую. Такая вот универсальная крышка. И она у меня зажирнилась. Я дома даже посудомойки ее стирала. Ничего не помогало. Просто вот огромные такие вот жирные пятна. Вот, посмотрите, фотография. Какая она была. Я ее не могла отмыть. Видите, я ее из России привезла сюда в Индию. Думала, что когда-нибудь я ее отмою. И вот, наконец-то, я ее отмыла. Посмотрите, она реально как новая стала. Смотри. Ты помнишь, как она выглядела? Все это русские, которые мы в Орле купили, да? Да. Вот так что-то. Да, Шек. Я только кипяток положила. Даже вода не успела остыть. Уже все ушло. Да, сейчас я чувствую. Чуть-чуть осталось вот это. Нет, чуть-чуть осталось. Можно будет губкой протереть. Это просто вот само вот это масло, которое там было, просто само сползло. Да, это мягкое стало. Уже все, пальцем, пальцем шекар снял. Сидеть. Вообще, как смотрят, далеко все новые выглядят. За один день я практически полупаковки из расходовала. Посмотрите, сколько осталось. 101 способ чистоты с EasyClean. Множество решений в одной упаковке. Заказывайте на Wildberries. Артикуль я оставлю в закрепленных комментариях и в описании под видео. Ну, все хорошее когда-то заканчивается. У нас опять очередной обряд. И пришла наша помощница, которая красит стопы мне такой красной краской. Она называется Альта. Это делается обязательно перед обрядом, в основном женщинам. Но если у мужчины обряд, то ему тоже принято красить ноги. А теперь будем надевать сари. Вот так вот приходят сари после химчистки. Упаковывают в пакетики. Все красиво складывают. Это топ. Он называется Блаус. И вот это само сари. Это очень длинный материал, в который нужно правильно и очень красиво обмотаться. Раньше сари женщины носили в поседневной жизни. Ну, кто-то до сих пор носит. Кто-то ушел от этого, потому что все-таки это не очень удобно в поседневной жизни. Тем более современным женщинам, которые успевают смотреть и за детьми. И кто-то даже водит в машину, кто-то готовит. Но по праздникам, на обрядах, замужним женщинам желательно надевать вот эти вот сари. Тем более где-то в традиционной Индии, где-то в глубинке Индии. Я сама научилась одевать сари. Делаю, может быть, это не так аккуратно, как индийские женщины. Но очень сильно стараюсь. И, ну, как бы для иностранки, мне кажется, очень даже хорошо я справляюсь. Вы согласитесь, очень ярко, очень красиво, женственно выглядит сари на любой женщине. Делает любую некрасивую женщину просто супермоделью. Но к этому нужно привыкнуть. Одно дело, когда ты надеваешь сари на фотосессию, снял, сфоткался и разделся. А другое дело, когда ты живешь в этой среде, ты должен надевать вот это постоянно на себя. А когда у тебя есть дети, когда у тебя есть канал, у тебя съемки, то ты чувствуешь вот эту скованность передвижений. Тут надеваем браслетики, которые сочетаются с сари. Стараюсь не отчаиваться, а привыкать к местным традициям, к местным обычаям. И даже умудряюсь что-то делать в этом саре. Отдельная благодарность моему мужу, который помогает мне всегда собирать детей, когда я прибираю что-то в комнате или занимаюсь работой. Посмотрите, с какой любовью он собирает дочек. Не дает сокрычтушки развязали уже несколько раз. Уже шекер не завязывает. Вернее, несколько раз. Саре за руках. Вдом, открытую, отдохну. Вдом, в радость. Вдом, висок. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Первый раз женщины со мной ездили, когда я за рулём, и были вообще, ну как бы, в шоке. То, что я вообще вожу машину, не понимали, когда я купила машину, зачем я всё купила, если я не вожу. Ну, потому что женщины здесь редко водят машину, и я, конечно, исключение среди них. Но я себя за рулём чувствую очень комфортно, при том, что противоположное движение, и плюс ещё руль не с левой стороны, а с правой. Ну, у меня поначалу возникали какие-то трудности, сейчас, ну, как бы, всё вообще идеально, как будто вот я в своей тарелке, я себя чувствую. Ну, вот смотрите, это наш анаун, сейчас подготавливает наше вот это помещение к обряду, и доставит фрукты, это будет как преподношение богам, и потом всем будет расставать. И вот это наш сегодняшний пандит, он будет проводить пуджу. Я когда покупала машину, он же мне её освещал, и я вместе с ним проводила обряд, и знаете, он мне нравится в том плане то, что обычные пандиты, обычные как папы, они, ну, как бы, старые, они, ну, как, поколение старые, думают по-другому. Он знает то, что я иностранка, и то, что вот это вот всё, как бы, культуру, я нифига не понимаю. И поэтому в этот раз, когда, ну, вот, машину освещали, каждая, ну, как бы, молитва, да, он произносит молитву какую-то, и после этого говорит мне на английском, что она обозначает вот эта молитва, и мне так понравилось, ну, как с ним иметь дело. И поэтому я еще как бы попросила, чтобы эту пуджу он тоже проводил, хотя бы мне что-то, ну, как бы, рассказал, я хотя бы знаю, для чего я молюсь. Вот это место называется factory, и вот здесь, считайте, вот двери, видите, это всё квартиры для сдачи в аренду. Обычные, традиционные, индийские, где-то с ремонтом, где-то без ремонта. Вот здесь достроили квартиры, вот здесь будут строить. Смотрите, магазин будут делать нормально. Здесь сейчас просто как обычный вот такой вот ларек. Я просто сегодня красотка. Первый раз я вот так оделась, в таком наряде. В общем, у меня с Ари, шапка, куртка, здесь браслеты, и я в красотках. Просто модница. Вот, смотрите, вот такого типа, типа общежития. Ну, отдельно квартиры, именно для семей, да. Каждая семья в каждой квартире в отдельной. Свастик нарисован на счастье. Да, они пришли, когда приёг приходит, да? Когда первый раз новые приходят, они себе свастик рисуют, да? Смотрите, а это высадили все пшеницу, поэтому всё зелёное-зелёное. Тут что-то мне хотят показать, интересное. Ого, ничего себе. Они себе приобрели попуганчиков. Но это просто мальчик, который давно-давно снимает со своей семьёй вот здесь квартиру. Вот мы пришли на третий этаж, на самую крышу. Здесь люди сушат свою одежду. И, вы смотрите, вот такие вот размеры до тура. Вот это всё двоэтажа. Шекара угостили чаем в таком глиняном горшочке. И Шекар показывает тут канализацию местную, ну, в таком она состоянии. Ну, в общем, всё наружу вытекает, и весь мусор сюда выбрасывается. Ну, в общем, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну от вот этой моей новой машины и водителя, чтобы он переставил ее И получается он сначала в одно место уехал с этими ключами, в другое место уехал Потом другой человек поехал забрать у него ключи эти Сам куда-то уехал, потом сестра забрала у него ключи домой сюда уехала Я говорю, просто отлично, путешествие моих ключей У меня уже такой второй раз, и я уже как бы второй раз говорю Шекеру Ты с машиной? Нет, с машиной, в итоге нашлись ключи Юйка переживает, спрашивает, ты без машины пришла, сына? Где? Машины нашли Ключи от машины нашлись? Мы в машине приехали Дети нашли? Да, зайка, они дали ключи под самый вечер, да, под конец путь же Света потребовал, мама потребовала Не запутал деньги, нельзя И ключ нельзя Можно, просто Раджу забрал ключи и уехал Вика очень переживает, когда я какие-то рассказы Рассказываю вам Ну и значит, поехали мы Я так устала Мне Шекер сказал, что один час только путь же будет В итоге мы прочистили все, что только можно Все, что было грязное на глазах И я пробегалась, даже не успела позавтракать Ну, Шекер сказала, да ладно, сейчас это, через час мы приедем обратно Ну, значит, ладно, махнула рукой, мы пошли И время уже пять вечера, а с самого утра мы ничего не ели Ну, короче, очень плохо я себя чувствовала Помещение было полностью, вот это дыму Я уже под конец думала, что все, я упаду Что я здесь делаю Вообще, у меня просто Такие гадостивые мысли Лезли потом в голову Ну, короче Я на таком психе потом поехала домой Взяла бабушек с собой машину Они так восторгались то, что Ну, как бы я хорошо вожу И, значит, под руку сказали Меня подрезает человек Какой-то, я не знаю, с прессы У него сзади пресс написано было Значит, подрезает Ничего нету Ну, просто машины поцеловались Зеркалами боковыми Ничего, вообще ничего нету Но он вышел, он у меня накричал При том, что я ехала по своей Ленину Он вышел, он у меня накричал Но я настолько устала У меня просто... Я просто не могла ему ничего ответить Ну, короче, ребят, сегодня очень тяжелый день был Началось все так вообще прекрасно Началось чистки Я вообще люблю, вот, если я захожу чистить что-то Начинаю что-то чистить То я не могу остановиться Потому что мне сам процесс вот этот вот Нравится что-то убирать, что-то прибирать Что-то там по местам складывать Там красиво Как организовывать свое место Ну, короче Все закончилось вот так вот Очень плохо Я пришла, я домой плакала То, что, не знаю, ну, все вот это вот накопилось Короче, ладно, не буду вас нагружать Всем пока Всем до новых встреч Увидимся очень скоро Будут еще обряды Я еще буду участвовать в них Боже упаси Ну, короче, буду еще снимать Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok